Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Аверворд, в канале Авергейминг, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную группу по названию Транспорт Фивер 2. И в этой серии мы продолжаем развивать село и транспорт. Собственно, начинаем мы эту серию слегка с нашего, собственно, экспресса номер 3-4, который сейчас должен будет пребывать у нас, собственно, в Петербург. В Петербурге мы находимся не просто так, так как, думаю, что вы помните, конечно же, да, не буду сильно затягивать. Сегодня мы будем строить Ладожский вокзал в городе Санкт-Петербург. Собственно, думаю, что вы заинтригованы и надеюсь, что ждете, наконец-таки, этого невероятного преображения нашего Санкт-Петербурга. Ну, собственно, дальше у нас информационные выступления. Собственно, думаю, что вы помните предыдущий стрим по Транспорт Фивер 2, на котором выбирали мэров городов, собственно, да. Крест-таки все мэры выбраны, и я сейчас вам озвучу, собственно. Мэром Санкт-Петербурга стал мой дорогой подписчик, помощник, вододел и так далее Чечника. Собственно, поздравляю тебя еще раз. Да, красавчик, стал мэром города Санкт-Петербурга. Мэром города, получается, Уфа стал, насколько помню, Андрей Харковский, да? Да. Да, так учится мэром Ярославля. У нас стал Фокс, собственно, не Фокс 71 раз, а другой Фокс, собственно, F.O.X. Надеюсь, что, если ты посмотришь эту серию, отзовешься на наши требования, чтобы до 2006 года у тебя есть время присоединиться в Совет Федерации, чтобы все-таки стать, так скажем, полноценно мэром города. Или же, если ты обозрелся до 2006 года, собственно, ты будешь снят, им у нас будут перевыборы города Ярославля. Собственно, Андрей Харковский и Чеченник у нас, конечно же, уже подсоединились в Совет Федерации и Северную Федерацию, собственно. Также мэром Севастопорного стал, получается, Марк Гейминг. Его я тоже так же поздравляю. Он тоже уже вступил в Верховную Раду. И надеюсь, что дальше будет активно участвовать в наших секторах урок и тому подобное. Собственно, вот у нас прибытие такое вот красивое по нашему огромному путевому развитию в город Санкт-Петербург, собственно. Номер 3-4 у нас, конечно, на экспресс никуда не нас не передвинется, получается, ну, подобное. Собственно, в принципе, да. Теперь я не буду говорить вам, напоминать мэром остальным, что вам нужно присоединиться в нашу группу. Собственно, ссылка, точнее, никнейм, визерочек будет в описании. Теперь его там уже не будет, так как он попросту вам больше не нужен. Собственно, вот так вот. Думаю, что вступительный... начальное вступление у нас в этой серии, думаю, что, в принципе, окончено. И уже пригодится к просьбам, например. Собственно, сегодня у нас были произведения просьбы, которые коснулись и, конечно же, Республики Авери и Северный Федерал. Думаю, что начать можно с нового, получается, парка в городе Белоград, в Утилковском районе. А именно, получается, парк Сокольники. Вот таким образом он у нас теперь вылет, у нас, получается, находится на въезде Т-34. Здесь у нас сад новой, которая, конечно, называется парк Сокольники. Автобусная, наверное, сад нового тоже парк Сокольники. Флаг, конечно же, SF. У нас тут есть какая-то церковь, тому подобное. Тут лес, например, вот, находятся липы там разные. Яблони, тут сосны и тому подобное. Даже тут озеро такое небольшое есть. Такая-то мини-зона отдыха вот такая вот, да, с кафешечкой. В принципе, это какой-то небольшой прикольный парк. Дальше в Ярославле у нас был построен, получается, новый вот такой вот небольшой райончик. Также у нас был новый построен небольшой райончик в городе Егоров. Вот таким вот образом теперь у нас он выглядит. Уфа у нас немножечко, так скажем, тоже подобновилась. У него построилась, собственно, построилась, точнее, первая скоростная линия трамвая. Конечно, они пока что ходят Татры, да, у нас много скоростного нету, но все же Биоград решил выделить немножко денег у Феда, чтобы они смогли купить себе для скоростного трамвая, собственно, трамвай Шкода. И теперь у нас даже здесь на этой линии ходит одна Шкода. Вы прикиньте, вот красота же, чем не красота, а? Ну, классно, что ж. И также вокруг него здесь был тоже построен небольшой микро-такой вот райончик. Далее, получается, по поводу просьбы РА, которые у нас коснулись, это новая линия от Ивана Франковска до Уфы. Собственно, находится она у нас под номером 200, там какая-то, 204-205, Ивана Франковска, Уфа, на которой ходит, получается, состав из УЗ-вагонов и типовоз 2Т10УТ, в темно-красной раскраске. Собственно, в принципе, вроде как, по поводу просьбы на этом все. И мы можем, наконец-таки, переходить уже к самому плану на этой селе. Я думаю, что он будет довольно-таки ограниченный. Во-первых, наконец-таки, мы приняли решение вместе с мэрами обоих государств соединить Котюбинский с перегоном Уфа-Белоград. Это будет происходить по плану Чечника. Собственно, Чечник нам прислал план нашей развязки, которую мы будем здесь строить. Довольно-таки большая и красивенькая, собственно, сегодня мы ее обязательно построим. Конечно, может быть, немножко в уменьшенном виде, так на 10 мест у нас все-таки не настолько уж прям много, но... Все же, думаю, что будет построено по примерно похожей схеме. Собственно, мы будем ее соединять, точнее, будем соединять таким образом, чтобы продлить сам перегон от Билочи, собственно, да. Будет просто у нас станция продлеваться, она станет у нас такой, так скажем, сквозной. Но сквозные поезда через нее ездить не будут. Может быть, получается, поезд, например, Киев-Уфа будет ходить у нас, например, через Билочи. Может быть, мы так перестроим, например, чем бы и нет. В принципе, таким образом, теперь у нас это дело все будет выглядеть. Также мы, собственно, по решению наших мэров, по нашему совету, решено было, что нам нужно перегон между Белоградом и Киевом увеличить до 4 путей. И также перегон между Киевом и Ивано-Франковском через Пастов. Нам, конечно же, тоже нужно будет увеличить до 4 путей. Собственно, этим мы сегодня будем заниматься. Ну, конечно же, как я говорил в начале серии, а сегодня у нас будет стройка Ладышкового вокзала, думаю, что с которого мы сегодня начнем. Думаю, что с остальным мы займемся немножко позже. Также с запуском нового трасса подозреваемся тоже немножко позже. Также дождемся сегодня 2004-2005 года, посмотрим, что сегодня там будет предоставляться. Собственно, у нас есть, собственно, план этого железнодорожного вокзала. Собственно, есть, но, конечно, увы, сорян Чечника, пожалуйста, за твой тип проект, конечно, построил максимально красивый. Но, увы, не все моды у меня получилось поставить, не все моды заработали, и не все мы успели, скажем, подключить. Думаю, что произойти нет смысла, но как бы у меня депаркатор какой-то есть, который мы сможем тут построить, например. У меня также вроде как современный есть более-менее, ну, думаю, мы, в принципе, современный поставим. Вокзал, если я, честно, хотел поставить в, собственно, на Ладышском вокзале немножко посовременнее, чем тот, который стоит здесь. Надеюсь, что парковку мы как-то более-менее сможем реализовать, а также пути будут построены в идентичном образе. Ну, и платформа будет взята из мода на Netherland Station. Итак, собственно, думаю, что, в принципе, можно приступать к началу строительства этого железнодорожного вокзала. Думаю, что в последнее время у нас довольно-таки мало было строительства всех этих железнодорожных вокзалов. Собственно, сегодня у нас это будет и произойти. Так, во-первых, у нас сколько здесь находится пути? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Именно настолько мы здесь, получается, и построим нашу систему такую, так скажем так. Собственно, восемь путей. Это максимальный, кстати, уровень, который возможен. Также мы, кстати, поставим здесь еще скоростные, получается, пути. Большой вокзал, пока что по поводу вокзала ничего сказать я не могу. Также никаких декораций пока что мы сюда расставлять не будем. Итак, собственно, слегка давайте вот таким вот образом отдалим от всего этого дела, что у нас совершенно здесь есть место было. Итак, получается, вот таким вот образом мы здесь это все дело ставим. Отлично, готово. Также у нас здесь будет, получается, четыре пути сквозных и четыре тупиковых. Собственно, что именно сегодня мы сейчас здесь вот и сделаем. Так, во-первых, настраиваем. Конечно же, это будет происходить слегка долго. У нас, как вы помните, мир очень сильно нагружен. Так что будут небольшие замедления, небольшие произведения фпс. За это я, конечно же, извиняюсь. На это я повлиять больше никак не могу. Все максимальные действия, которые только можно было провести, я сделал. И также Чечника заранее предвижу твой вопрос. Да, я каждый раз после захода в игры делаю твои настройки, собственно, консоли. Вот так вот получается и вот так вот. Так, открываем, собственно, планчечники, собственно, открываем такой вот скрин. Собственно, здесь мы видим, да, что здесь таким вот образом это, в принципе, вот так вот выглядит. И более-менее похожим образом это выглядит у нас и у нас, да. Так, теперь potentially пассажирские постройки. Думаю, что здесь мы примем поставим такой, допустим, центральный вот такой вот большой вокзал довольно-таки. Да, собственно, и так он на нас будет располагаться. Также вот здесь, получается, будет распагаться два точно тихих же, только без часов посередине. Так, блин, подождите, не то я сделал. Дальше нужно, получается, продолжать его настраивать. Так, пассажирские постройки заодно открываем, собственно, сюда вот мы вот это все дело ставим. Отлично, с этим, получается, мы разобрались. Далее, думаю, что нам нужны, в принципе, наземные переходы, думаю, что которые мы построим, в принципе, на другой просто стороне этого вокзала. И готово, собственно, теперь у нас будет выглядеть это все дело. Также нужно нам, конечно же, построить, получается, подземные переходики, например, вот с этой стороны, думаю, что будет, в принципе, неплохо. Вот таким образом у нас будут выглядеть подземные переходы с этой стороны. Также с этой стороны у нас будут выглядеть немножко не по-другому. Допустим, вот сюда вот как-нибудь поставим, например, да? В чем бы и нет. Отлично, готово, собственно, с этим делом мы тоже, конечно же, разобрались. Также нужно теперь нам построить здесь, получается, более новую, скорее всего, версию дебаркадера. Собственно, вот такой вот, думаю, что будет, в принципе, неплохо. Если это большой такой стеклянный, конечно, сорян, что не такой. Может быть, потом я установлю все-таки этот мод и перестроим мы немножечко, скорее всего. Но пока что будет такой. Так, собственно, теперь вот здесь мы сделаем дебаркадера немножко поменьше. Итак, у нас, получается, наконец-то наступил 2004 год. У нас появился два ЭС-5К и новые вагоны ТВЗ в самых разных расках. Кстати, новый Старичный Экспресс у нас появился, ТГС и новые, и, получается, Экспресс и Татарстан. Новые ТВЗ-шные вагоны. Собственно, думаю, что сегодня мы их, так сказать, обновим и, ну, слегка размешаем, получается, старые, которые у нас тут уже находились, получается. Итак, собственно, таким вот образом теперь у нас будет выглядеть вот эта вот часть дебаркадерная. Думаю, что, может быть, мы потом ее переделаем, но пока что она будет оставляться у нас такой. Думаю, что, нет, ну, скорее всего, поставлю все-таки этот мод, потом переделаю, но, ладно, пока что пусть будет такой. Итак, собственно, вот ее у нас будет выглядеть, так скажем, вокзал. Осталось здесь построить, получается, путевые развития. Итак, собственно, выбираем пути. Выбираем вот так вот, получается, отдаляем их, скорее всего, просто прямо пока что. Так, например, потому что тут, я помню, должна быть какая-то особая путевая часть нашего развития. Так что, сделаем мы, конечно же, здесь тоже все по-особому. И именно так как у нас находится здесь, прямо в проекте Чечнике, собственно, примерно так мы постараемся это все дело сделать. Итак, собственно, отдаляем здесь, конечно же, вот на такое же расстояние. Постараюсь это сделать все же, опять же, максимально грамотно. Если вдруг получится не совсем так, как прямо на плане, то извиняюсь. Я постараюсь все это дело потом исправить, также то, что было неисправлено нормально. И также вы можете еще написать в комментариях Чечника, также мне объяснить, что я здесь делал неправильно. И что мне нужно будет потом переделать. Итак, собственно, здесь получается мы разравним немножко почву, конечно же, куда же без разравнивания. У нас пока что есть довольно-таки много путей, но если коррекция, они потом будут посокращаться. Итак, почему здесь, кстати, вы, может быть, задаете вопрос, больше путей для стороны Егорова? Потому что здесь будет больше запихти, если поделываться под Егоров. А потому что у нас, получается, те пути, которые у нас будут заканчиваться со стороны Калининграда, они конечные, которые будут в Петербург входить, будут заходить на наш центральный вокзал Петербурга. А те, которые будут проходить через Петербург, будут заходить вот здесь вот. А те, которые у нас с Егорова будут заходить в конечные в Санкт-Петербург, будут уже остановиться на Ладожском вокзале. Так что именно поэтому нам и нужны будут здесь вот окажены тупиковые пути. Итак, собственно, в принципе, дальше мы должны будем открыть. Дальше этот скрин, если нам уже нужна скрин сверху, собственно, в таком случае должно будет это у нас всё это дело выглядеть. Итак, и так, и так. В принципе, здесь у нас вроде как будет более-менее понятно, по крайней мере, очень надеюсь. Что, визирочи, думаю, ты мне поможешь? То есть, вроде как с Теченькой строил этот проект, по крайней мере, вроде бы. Итак, есть пока... Давайте начнём, пожалуй, с этой стороны. Итак, здесь у нас, получается, находится... Честно, не вижу, это двойная стрелка или нет, но, допустим, это выглядит вроде как вот так вот. Да? Вроде да. Кстати, всем привет. Да, визирочи, конечно, уже с нами, он уже с нами говорил, но поздралось только сейчас, но ничего страшного, в принципе. Если, как я понимаю, здесь вот двойные пути, скорее всего... Так, допустим, вот так вот мы строим. И, допустим, вот как-то вот так вот. Так, ну что ж, неплохо. В принципе-то. Дальше, получается, с этой стороны уже здесь будет немножко посложнее. Нужно, получается, построить здесь вот... Насколько я вижу, здесь вообще крест-накрест у нас построены эти пути. Только я вот рад, что не вижу... Ага, здесь вот я вижу стопудово есть стрелка, крест... Эээ, это самое... Ээ, двойная, точнее. Так, здесь, получается, у нас пути сделаны вообще как-то крест-накрест вот таким вот образом, да? Получается. Так, их, конечно, будет слегка сложновато построить, хотя нет, не так уж и сложно, собственно. Таким образом, собственно, они у нас и будут выглядеть. Такс. Дальше, получается, чуть ниже у нас будет не двойная стрелка, вот такая вот. Такс. Получается, вот отсюда будет у нас отходить она вот в эту сторону. Вот таким вот образом. Потом отсюда у нас будет выглядеть уже, скорее всего, двойной стрелка, как я понимаю. И давайте все-таки сделаем здесь, скорее всего, двойную именно стрелку. Итакс. Вот таким вот образом, собственно, мы ее выводим. И вот эту вот стрелку мы делаем, так скажем, двойной. Такс. Да, двойная стрелочка, собственно. И здесь, получается, насколько я помню, мне нужно будет еще что-нибудь делать Типа вот здесь вот я вижу, вроде как что-нибудь есть Так что давайте вот как-нибудь вот так вот мы разделим Вроде как это должно именно так и выглядеть Наверное, по крайней мере И так, собственно, если получается нам пути нужно будет очень сильно сократить Например, как минимум вот этот путь нам нужно будет очень сильно сократить Потому что у нас здесь, получается, этот путь уже, скорее всего, есть Получается, уже входит именно вот в этот основной И так, собственно, если у нас путь сейчас уже сократился Потом вот тут у нас будет также еще отсюда переходить пути через двойную стрелку Например, вот от этого у нас получается вроде как выходит вот таким вот образом путь Собственно, также через двойную стрелку Например, вот здесь у нас будет получается двойная стрелка устанавливаться Так, дальше, как я понимаю, должны вот отсюда подвестись у нас пути Вот, скорее всего, вот таким вот образом тоже через двойную стрелку Дальше я, честно, уже скорее не вижу, так что будет здесь уже дальше чисто и моя импровизация Такс, ну что ж, дальше, получается, допустим, этот путь у нас тоже входит в этот же. Вот так вот. Например, потом вот этот путь у нас, допустим, тоже будет входить у нас через двойную стрелку вот сюда. Такс, надеюсь, мы в итоге должны будем все эти пути сократить до, получается, двух всего лишь-то путей. Так у нас все-таки есть не магистраль находится, а обычные пути. Так, собственно, теперь вот таким образом, допустим, вот сюда подземляем двойной стрелкой, например. Здесь, получается, тоже ее активируем. Также здесь, получается, нам построить слегка путь вперед еще вот такой вот, да, вот такой вот. И, получается, вот этот вот сделать путь, также соединить тоже через двойную, получается, стрелку, допустим. Так, да, конечно же. И теперь, получается, с этой стороны нужно построить ту похожую, на самом-то деле, развязку. Итак, например, вот тут мы строим, получается, вот эту вот часть вперед. Вот эту вот часть мы тоже строим немножко вперед, потому что нужно, получается, будет нам построить вот эту часть тоже, конечно же, вперед. Так, только не под изгиба вперёд Вот эту часть мы, получается, подсоединяем вот сюда И делаем здесь вот Подсоединение пути в виде двойной стрелки Вот так вот, думаю В принципе, будет неплохо Конечно, у нас здесь манёвры будут поезда произвести просто лютые Но ничего страшного, в принципе, собственно Таким образом, у нас будет, получается, выглядеть наш новый Ладожский вокзал Нужно также будет, на основном, ещё подсоединить его к дороге Немножко этим мы замешиваем всю точку позже Собственно, в принципе, она будет на самом деле пересоединить Вообще, в принципе, все вот эти вот пути Как минимум, здесь нам нужно будет, получается, слегка Немножко уничтожить дороги И это, скажем, отвести новый путь Нужно будет отвести просто отсюда новый путь Вот таким вот образом А этот путь, конечно же, мы тоже потом удалим И полностью переведем Хотя, может быть, не будем удалять Потому что там у нас вроде как грузовые ещё составы ходят Так что, может быть, мы там как-то это всё дело также продуваем Итак, собственно, теперь проводим его, собственно, вот сюда И подсоединяем к Ладожскому вокзалу Итак, собственно, готово Теперь у нас, получается, эта вот часть со стороны Калининграда Полностью подключена к Ладожскому вокзалу Осталось это точно такую же операцию, на самом деле, провести С, получается, Егоровским направлением И готово, в принципе, вот так вот у нас это всё дело будет выглядеть Конечно же, потом я ещё разровняю всё это делать Как у нас по путям и по переездам более-менее неплохо И здесь, получается, находится аж целых несколько переездов Вот на этом участке дороги, собственно, вот здесь вот и вот там Вот такой у нас кружочек, получается, получился И осталось сделать дело знамо, собственно, ну, во-первых, уничтожить все эти, получается, пути У нас находится так, во-первых, нужно посмотреть, что у нас там по направлению Например, вот это у нас, насколько я знаю, так, Симфетибург, Калининград Конечно же, эти все пути, это вот, например, поездам будем, например, копировать Или же перезапускать, например, да Хотя, блин, даже не знаю, на самом-то деле Лучше, например, знаете, как сделать? Покажут, что переключите и потом, потом, наверное, поуничтожать Как ты думаешь, Уэзер? На этом, да Ну да, думаю, что, в принципе, сейчас мы, наверное, перенаправим все эти пути Думаю, это будет происходить у нас максимально легко Например, вот так мы, получается, делаем управление линией Нет, давайте вот так вот лучше переделаем Вот, выбираем наш поезд Управление линией Потом, получается, убираем город Санкт-Петербург Добавляем станцию И, собственно, нажимаем на Ладожский вокзал Собственно, конечно же, мы его тоже должны официально переименовать Собственно, Ладожский вокзал Отлично, и вот, собственно, да, готово И так вот мы переделаем полностью все пути, которые у нас, получается А, не, подождите, по-моему, мы, кстати, зря вот это вот переделали Потому что Да Кстати, я так говорил, что скобил Нам все-таки нужен путь, на самом-то деле Зачем его уничтожать не надо, кстати Надо будет потом здесь, кстати, развязку еще, может быть, даже сделать И, в принципе, да Ну, что ж, давайте тогда, получается, нужно только будет вот этот, получается, перегон уничтожить Даже с грузовым поездом даже ничего, получается, делать не нужно Потому что я совсем забуду, что нам все-таки этот перегон даже будет немножко нужен Ну, ладно, в принципе, тогда давайте перейдем в все остальные Получается железнодорожное сообщение по такому же принципу и вернемся Итак, собственно, наконец-таки мы закончили полностью создание всех этих перегонов Также еще вне серии расставили, получается, здесь вот все сигналы, собственно, светофорочки там, где они нужны были. Слегка построили здесь небольшую, так скажем, развязку. Также добавили еще один новый маршрут, получается, от Егорова до Уфы с два М-62У и вагонами ТКС плюс КВР на Мендорфы. Также еще, получается, мы построили такую небольшую парковочку. И, в принципе, на самом деле на этом все. Ну, конечно же, все линии, которые мы сюда перевели, также и сюда, собственно, переведены. Есть, получается, у нас свободная, остался только лишь четвертый путь от вокзала. Получается, вот этот вот, здесь просто у нас нету больше линий, которая выходила бы из какой-то из этих вот частей направлению через Егоров и заканчивалась бы в Санкт-Петербурге. Просто таких линий пока что больше нет. Но, кстати, можете еще предложить, пожалуй, в комментариях свои варианты такой, например, линии. Мы ее, скорее всего, в следующей серии запустим, например, да. Думаю, что будет, в принципе, неплохо. Итак, собственно, с Ладожским вокзалом, с Санкт-Петербургом мы теперь вроде как все. Также, как я говорил, что в следующей серии на день, что я поставлю новый мод на Дебаркадеры, и который, собственно, мы здесь, получается, вот такой Дебаркадер заменим, который был в проекте Учечники. И вот ее нужно теперь у нас будет слегка чуть-чуть точку более новым, более как-то прикольным выглядит у нас Ладожский вокзал. Но пока что на данный момент на эту серию у нас он будет выглядеть, собственно, вот таким вот образом. Итак, собственно, наконец-таки Санкт-Петербургом мы можем, в принципе, закончить и, наконец-таки, приходить уже к перегону между, получается, Котюбинтиком и Уфой. Собственно, у нас, получается, есть план Очечники, собственно, этого всего дела перегона. Но мы будем следовать вам, будем ему, конечно же, следовать. Так, собственно, у нас время остановлено, в принципе, можем, кстати, его даже запустить, наверное. Но, в принципе, он начинает потихонечку здесь, вот, так скажем, стройку. Нужно, наверное, думать, что здесь, пожалуй, уничтожить некоторые светофорчики. Так, вот таким вот образом получается. И вот тут, конечно же, тоже, потому что думаю, что здесь, скорее всего, будет не мешать. Как вы поняли, собственно, у нас будет именно здесь проходить вот эта, собственно, вся развязочка. Также нужно, конечно же, здесь, получается, слегка, слегка разровнять все это дело вот таким вот образом. думаю что у нас все это дело выглядит так вот таким образом покажительно так скажем я уже говорил находится очень большая гора есть будет очень и очень неудобно все это дело строить но я очень и очень постараемся на как я уже сказал нужно это дело разровнять ну чтож получается поле для стрелились у нас готово также нужно так скажем все это дело подготовиться стороны собственно самой станции бел שהca снять гастам для белщи и вот внесть на скажем Panchon и небольшой такой вот тупичок неприятно если стоит здание собственно придется немножко снести немного убрать дороги так скажем и здесь так скажем вернуть наш это скажем железную дорогу вот так и разу теперь начать производить и так проводим из станции билич и и наконец-то она будет нас получается пока делается и быть полностью проходной так ну что чтобы сюда получается прям вот к гостомили с это дело проводим прям рядом с гостом лица сделано будет происходить проходить точнее вот так мы перешли кices этот год мы то все равно вот мне а то то дело право во времени давайте я вернусь тогда когда заправлю эту линию до самого а в момент начала развязки и так наконец-таки у нас получается готов полностью этот перегон осталось только чтобы устроить получается разõро месо с вами сейчас будем строить а так конечно расставил тут получается наши светофоры я убрал все этих электрикации это заправил не трекация но politics attached но но чтобы здесь ходить то есть попросту не нужна. А также вот таким вот решением и таким вот образом я решил здесь вот, как скажем, решить проблему тоже здесь создавал раньше такое здание, по 30, и теперь я поставил такое 268, и сделаю такой вот переезд. Здесь, собственно, таким вот образом я решил здесь вот обойти, делать систему, и теперь он полностью получается сквозной вокзал, точнее, платформа Кутюбинская Билычи. И так, собственно, теперь я остался только лишь поставить, получается здесь саму развязку. Для этого я, собственно, перехожу в наш дискорд, открываю нашу переписку, например, с дума Чечника, скорее всего. Здесь, получается, у нас есть вот эта вот развязка, которую мы сегодня будем строить. Итак, думаю, что, перед всем, мы ее отзеркалим или же нет? Хотя нет, давайте лучше не будем отзеркаливать. Думаю, что, скорее всего, у нас даже на Белград некоторых путей будет, так же, в принципе, вот мы где-то делаем, и это дело все дело строим. Так, ну, в принципе, на самом-то деле схема более чем понятная лично, как для меня. И так, собственно, прямо здесь мы должны будем, получается, построить вот до этого момента мы должны будем, так сказать, довести до того, чтобы, например, появился у нас мост там уже есть получается обязательно есть на мусс этому ткану тему сейчас поднимал эти все пути думают по уровням этого будет более чем достаточно дальше пусть здесь он так скажем сделаем так а или же с недостаточно будет это уровень хотя очень надеюсь что достаточно и так со строго такого думу будет принципы более чем нормально и так думаю что мы продлеваем вот таким вот образом например да вот так вот что мы были например вот эту часть уничтожить теперь у нас есть вот такой вот не очень большой мост и так проводим получается так отлично принципе дальше нам нужно получаете сделать немножко всё по-другому весь мы ставим уже получается вот такое вот и так тебе нужно понимать что довести этот путь все вот таким вот образом чтобы он у нас так скажем полный все это старらい разворачиваются и мог пристыкаваться к нашему пути также Laser Zam 한번 сделать все происходит это дело произвести соединение так и вот отсюда отängt азартам Отводим этот путь вот на такое вот расстояние И также вот сюда вот, получается, подключаем Отлично Дальше, получается, мы отсюда уже отводим Вот такой вот путь, например, вот так вот, скорее всего Так, и, собственно, проводим вот такую вот диагональ, так скажем Собственно, вот здесь, получается, мы это все дело пристыковываем Отлично Также со стороны, получается, самой уже Уфы Думаю, что, собственно, отсюда, в принципе, можем вот таким образом провести этот путь вот досюда И здесь, получается, вот, скорее всего, с одной и того же, значит, с одной и того же места, чем эту стрелку И, собственно, вот, теперь мы её тоже подключим Хотя, блин, здесь как-то по-другому это все дело выглядит Так что давайте как-то сделаем, например, вот, блин, не так, наверное, вот так вот Да, и, получается, вот тут вот выбираем, отстыкуем вот сюда, в принципе, неплохо, да И вот отсюда уже вот так вот отводим, в принципе, причём бы и нет, хоть нет, не вот так вот, наверное, все-таки Вот чуть-чуть здесь, так сказать, подуничтожим И теперь вот так вот мы, получается, все дело соединяем В принципе, вот так теперь будет выглядеть более-менее нормально Вот так вот теперь у нас подстроена вся эта развязочка Осталось только здесь, так скажем, здесь вот правильно расставить наши все светофоры И так, в принципе, вот здесь, конечно, мы тоже разравниваем Собственно, вот таким вот образом теперь у нас будет выглядеть вот такая вот красивенькая новенькая развязочка По перегону от Кутебынского до перегона между Белоградом и Уфой Собственно, вот так вот теперь у нас будет все дела, как я уже сказал, только что Красивым, реально, реально красивым образом вот так вот выглядит, собственно, с мостиком Вот, ну, реально хорошая развязка Также нужно теперь нам перейти в саму станцию Кутебыцки Выбрать Путь Белоград-Кутебыцки И также теперь оно должно будет у нас проходить Не по нашей загруженной части А по более раллевожью, собственно, а именно вот здесь Собственно, здесь у нас уже есть Собственно, наши путевые точки Собственно, по которым мы должны будем сейчас Так скажем, определить Теперь проводим, получается, вот здесь вот путевую точку Так, 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 так Мне вот это вот немножечко не нравится Так, здесь, ну, здесь они, в принципе, могут полностью проходить Например, да? Я там поставил пути Крест-накрест, например, и тому подобное Так, вообще, что им здесь не нравится? Нет пути В принципе, знаете что? Нужно, в принципе, вывести Нам вообще уничтожить вот эту часть Потому что, по факту, только лишь этим путем Она проводится Итак, собственно, проблемы, эту проблему можно решить Извели очень легким образом, потому что здесь просто По факту стоит R9PK, скорее всего И здесь мы, получается, должны ее будем просто заменить На немного другое транспортное средство Именно дизельное, собственно, давайте выберем, что же сюда Может у нас запуститься Думаю, что это, конечно же, будет DR-1A Скорее всего, давайте украинскую раскраску здесь, допустим Думаю, что сюда, там, получается, путь Пустим, допустим Четырехвагонный, чем бы и нет, в принципе Думаю, что нормально, заменяем его, собственно Так, опа, отлично И теперь у нас, получается, эта вот линия полностью нормально проложилась Через нужную часть Также, кстати, мы здесь еще, по факту, уничтожили небольшой перегонщик Отношивался только этой линией Также он теперь больше не нужен Так, а здесь у нас, собственно, все стало немножко по-другому Итак, собственно, теперь у нас это все дело будет так вот выглядеть Осталось только, по факту, создать нам одну новую линию под названием Получается Билычи-Уфа Собственно, ради чего, на самом-то деле, по факту, это все дело и строилось Так, Билычи-Уфа Итак, собственно, вот где у нас это дело подключается Так что, теперь у нас должна быть по факту 207, по-моему 208 Билычи-Уфа Отлично Сюда мы-то, конечно же, тоже должны будем запустить поиск под названием, скорее всего, DR-1-А Да Так, собственно, покупаем здесь вот наш новый составчик Думаю, что это будет тоже DR-1-А Только давайте в этот раз у нас пусть будет русский Так, добавляем его Покупаем тоже на тревогона, кстати Делаем у техобслуживание И запускаем на эту, собственно, линию под названием 207 А не, подожди, 208-209 нам нужно ее назвать Так, сейчас мы, конечно же, это сейчас исправим Так, где же она у нас тут находится Так, вот она 208, нужно сделать ее Дробь 209 Отлично Собственно, мы тоже, конечно, разобрались И теперь полностью перегон у нас по максимальной функции Также, кстати, можно написать еще линию Нужно ли делать вообще линию, например, перегона от Киева до Уфы Делать через Косибы Кстати, знаете что? Подождите А я вспомнил, а мы сейчас так и сделаем У нас тут есть, скорее всего, Киев-Уфа Скорее всего, у нас есть такой маршрут, как я предполагаю А нет, все-таки такой, получается, линии нету И, кстати, теперь вы можете также написать в комментариях Нужно ли нам делать линию, получается, от Киева до Уфы Через станцию Билыча в Котюбинском Собственно, в принципе, с этим все И, собственно, по факту, две темы на этот видеоролик Дождаться, получается, от 2005 года Запустить весь транспорт И, конечно же, расширить, получается, всю эту колею Думаю, что это займет у нас, у нас лично много времени Но у вас это времени почти вообще не отнимет Собственно, что мы здесь, получается, собираемся произвести Просто расширить все, так скажем, в линию Просто на этом перегоне полностью А также здесь тоже все это дело расширить Думаю, что это будет немножко посложнее Также, кстати, еще расширить вокзал в, получается, Уфастове Потому что здесь, получается, расширить на три пути Надо сделать на четыре И также переспределить все эти линии равномерно на одну сторону И равномерно на другую Собственно, сейчас мы этим всем делом займемся И покажу вам уже сам весь результат Итак, в принципе, получается Новая часть перегона этого готова Конечно, понимая, да, увы В, получается, самом вокзале Киева Провести такую, получается Магистральную часть пути Четверную у нас, увы, не получилось Но ладно, в принципе, потому что ничего страшного Главное, что вот тут, получается, мы разгрузили почти что полностью Эти вот линии, получается, в одну сторону у нас находится По три линии На каждой из этих путей И в обратную сторону тоже находится у нас по три линии На каждой из путей И вот этот фейл, конечно же, мы тоже немножечко сейчас Прямо даже давайте исправим Итак, вот здесь у нас абсолютно нет ничего сложного Просто делаем вот так вот, да, и вот так вот В принципе, да Устанавливаем, собственно, вот сюда, в принципе, готов И вот, знаете, у нас фейл это исправить Также здесь, получается, вот тут у нас все наши Развязки тоже полностью адаптированы Под наши новые Под нашу новую четверную магистраль Также вот этот фейл, конечно же, тоже нужно убрать Небольшой, так скажем, незаметный Ага, ясно Я понял Бывает, ничего страшного Также еще расскажу немножко по тому, как мы расставили, получается, все эти линии Вот так вот Получается, да Собственно, теперь, как мы, получается, сами расположили эти линии И, собственно, те, которые у нас едут из Одессы в сторону Киева, у нас находятся на, получается, правой, и с этой стороны на правой, получается, ветке, и с этой стороны тоже на правой ветке. А те, которые идут у нас из Киева в Белоград, находятся здесь на левой ветке, и здесь вот на тоже левой ветке. Собственно, вот такие у нас получается распределение этих путей. Конечно, некоторые там пути я тоже перенаправожу, например, которые должны были быть с левой стороны, перенаправо, чисто для того, чтобы немножко подразгрузить у нас левую часть. Потому что на левой части у нас создалось немножко больше маршрут. Собственно, в принципе, вот как на каждом из путинок находится у нас теперь по три линии. Это должно у нас, на самом деле, довольно-таки хорошо, как я считаю, разгрузить все эти... Точнее, весь этот перегон. Примерно это очень сильно надеюсь. Теперь осталось самое сложное, собственно, адаптировать у нас перегон между Киевом и Иваном Фонтокосом. Пусть и кажется, что он такой вот короткий, но на самом деле здесь он реально довольно-таки сложный. Собственно, ладно, я пошел это же переделать и вернусь тогда, когда, собственно, мы его переделаем и подведем итоги. И, наконец-таки, этот перегон был готов. Это было очень-очень сложно проверить все направления этих линий, которые здесь у нас, получается, проложены через фастов. Проходя его и заходя в него, получается, это было реально сложно. Но все же я справился, получается, таким вот образом теперь у нас вот это вот все дело выглядит. Вот такая вот у нас четырехполосочка, вот такая вот красивенькая. Одна продлевается аж до целого, собственно, Ивана Фонтокоса. Давайте расскажу про нее, собственно, что я здесь вот сделал. Потому что здесь у нас начинается разветвление на два пути. По одному из них у нас, получается, вроде как ничего не ходит, которое, кстати, на самом-то деле можно было бы удалить. Но, скорее всего, сюда я потом в дальнейшем еще дополнительно некоторые линии проведу для того, чтобы тогда она слегка будет разгрузить. У нас, получается, вот этот вот путь. Собственно, чем я думаю, мы займусь уже в следующий раз после серии И. Итак, допустим, она здесь разветвляется, если они, так скажем, по нашим таким вот путям разным. Ну, может, скорее всего, у нас, кстати, запущенную линию. Те поезда, которые у нас, получается, будут заходить в сам Фастов и на который будет там останавливаться. А посередине, допустим, будет у нас сходить магистральная, которая у нас будет пролетать Фастов, не заходя в него. Так, значит, дальше у нас здесь, получается, пролетает путь. Конечно, здесь понимаю, да, для магистральных путей все-таки такие вот двойные стрелки, тем более очень-очень опасно. Близкого поезда должны быть на максимальной скорости, то есть, его пролетать, и в районе 6 поезда, если бы приехали на максимальной скорости, просто бы сошли с рельс, но эта игра, так что вот так, пожалуй, у нас пусть будет. Кстати, может быть, мне объяснят, как правильно здесь будет сделать какой-нибудь знающий человек. Ну что, дальше, получается, здесь происходит вот такое вот продвижение сюда, получается, здесь по пути для ответвления в одну сторону для первых платформ, точнее, для последних платформ и для первых платформ. То есть, такое тоже на расследовании у нас имеется. Здесь у нас, скажем, как я уже и говорил, находится разветвление, собственно, для... точнее, магистральная часть. Здесь у нас, по бокам, находятся еще пути, на которых будут остановиться у нас, получается, поезда, которые заходят у нас в фастов. И здесь, получается, посередине у нас будут просто магистральные поезда проходить, которые у нас здесь вот не останавливают, собственно. Дальше, получается, у нас проходит вот сюда. Здесь у нас тоже такие у нас есть похожие системы из двойных стрелок. И выезд, тогда же, у нас становится самый интересный. Здесь, получается, у нас очень-очень много линий распределены на каждую из этих, получается, частей. Вот какие-то ходят, которые у нас, получается, уходят в сторону Дарницы, которые пролетают здесь, у нас, наверное, здесь вот особо разветвляются, потом, ну, короче, здесь вот реально всё очень и очень сложно, но, тем не менее, здесь будут менять, как это всё это дело настроено, и надеюсь, что наконец-то бросить пробки, после этого у нас уйдут с этого участка троих. И также здесь, по-моему, находится, начинается такой, наш пятипутейный мост, вот такой вот, вот здесь вот, скажем, здесь вот всё сужается опять же до систем двоенных стрелок, получается, с этой стороны путевые развития в Киеве, у нас находится почти что-то на каждом перегоне такие вот двоенных стрелок, потому что поезды могли понормально, вот с каждой стороны, я и скажу о пути расходить, надеюсь, что не просто, придение всех здесь вся сосудить, если у нас с этого перегона пробки полностью проводывают, на самом деле, так как я могу сейчас заметить, у нас, на принципе, в этой перегоне особо, на самом деле поездов не находится, это, на самом деле, хорошо, наaratе, что всё-таки, western-üyиль-一些 действия, Guadelia, везде. Много раз повторял, все пробки НГС-ки уйдут, нас теперь будет нормально в Татсинбурге, фурсировать все наши поезда. Ну что ж, собственно, в принципе, со всей полностью деятельности этого видеоролика у нас закончено. Осталось только же запустить те транспортные средства, которые мы не запустили в предыдущей серии. А именно запустить ЧС-2 КВР в украинской раскраске на нашей линии Аверинских железных дорог, а также разбавить слегка некоторые составы, которые у нас есть на нашей карте, получается, РЖД-шные от Северной Федерации. Новыми ТВЗ-шными вагонами, собственно, чем мы сейчас будем и заниматься. Давайте сейчас я выберу, получается, транспортное средство, точнее, несколько трассов, которые у нас достойны, получается, быть замененными на ЧС-2 и вернусь. На самом деле заменять здесь особо нечего, получается, лишь один ЧС-8. В старой раскраске я решил, что нам должно уйти, получается, у нас в прошлое, и, получается, ставим новый ЧС-2 КВР в новой УЗ-раскраске. Собственно, он заменяется у нас, собственно, делаем ему техобслужение. Собственно, давайте на него посмотрим, как же всё-таки он у нас выглядит, и потом перейдём уже, конечно-таки, к разбавлению наших составов, собственно, новыми ТВЗ-шными вагонами. Итак, конечно же, мы появляемся в Аминдорфе. И, собственно, вот он, такой вот красавчик, в принципе, что неплохо это очень даже выглядит, на самом-то деле, вот такой вот реально, в принципе, красавчик. Чё, похож, на самом деле, чем-то на ЧС-4, но это мы все знаем, что не ЧС-4, это ЧС-2. Собственно, для, насколько я знаю, наверное, ну, как я могу сейчас предположить, это для перемен... нет, это для постоянного тока ЧС-4, для перемен, насколько я знаю, да. Но, ладно, в принципе, он, таким вот образом, в принципе, красивенький, прикольненький выглядит. И вот теперь у нас, скажем, катает вот такой вот состав Льви Фодесса. В принципе, неплохо, чё ж сказать. Ну, что ж, в принципе, дальше можно приходить уже, наконец-то, к замене некоторых вагонов на ТВЗ-шные. На этом, кстати, я остановлю ещё время, потому что сейчас будет 2005 год, также мы все равно что-то там добавится. Может быть, оставим это на следующую серию, или же, может быть, что-нибудь даже добавим в этой серии. Ну, что ж, давайте заменять, точнее, разбавлять наши составы ТВЗ-шными вагонами. Ну, что ж, собственно, так как у нас, получается, есть только лишь новые ТВЗ-вагоны в виде экспресса номер 3-4, раскраски Татарстана и, собственно, ТКС. Собственно, именно такие, получается, составы я и решил заменить. Собственно, таким образом теперь они у нас, так скажем, выглядят, собственно. Тут я также перемешаю немножко экспресса и заменяем, собственно, да. Теперь они у нас будут выглядеть немножечко по-другому и немножечко интереснее. Собственно, давайте, на самом деле, посмотрим пока что на экспресс номер 3-4, собственно, с которым мы сегодня, получается, начинали. Итак, вот, получается, до сих пор таки у нас стоит вроде... А, нет, смотрите, он уже, получается, у нас вернулся аж в Белоград. Неплохо. Собственно, давайте отпустим с диземления времени, потому что мы смотрели уже далее, ну, а 2005 год. Итак, получается, вот этот вот теперь у нас выглядит, и даже у нас впереди нет. Там, значит, старый, это старый, это... О, вот он у нас, собственно, новый. Собственно, это отличается лично визуально, как мне кажется, только лишь дверями вот такими. Вот, получается, думаю, что разницу вы увидите, да. Ну, и в принципе, вроде как, лично для меня ничем, но, скорее всего, там есть какие-то особые технические характеристики, которыми, именно которыми, точнее, он и отличается. Собственно, конечно же, также у нас есть еще вагоны ТКС, на которые мы можем вот таком вот образе, собственно, посмотреть. Так, 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 так. Вот, собственно, у нас есть вот такие вот, собственно, старые вагоны ТКС и новые вагоны ТКС. Собственно, выглядит не точно так, что, конечно, лишь немного в другой раскраске, но, конечно же, вагоны Татарстан. Собственно, вот у нас есть новая дверь и у нас есть, конечно же, старая дверь. Собственно, в принципе, мне нравится, что вот эти вот такие у нас, получается, остались отличия. Осталось только лишь, получается, дождаться, наконец-таки, 2005 года, посмотреть, что там будет. Может быть, что-нибудь из этого запустить, опять же, или же что-нибудь из этого отложить на следующую серию. И вот, наконец-таки, 30 декабря, собственно, 31, конечно же, встречаем Новый год. И 2005 год, наконец-таки, у нас, получается, добавляется, так, ТЭП-150, это неплохо. Новые троллейбусы, нифига себе, у нас, получается, в следующей серии будет такой большой троллейбус на обновление. О, новые, получается, вагончики и, о, Ра-2, Р-9Т, нифига себе, как это, знаете ли, у нас, на самом-то деле, очень даже неплохо получается на следующую серию. На самом-то деле, думаю, что мы можем, знаете, что сделать? У нас тут есть очень хороший маршрут между станцией Билочи и, собственно, Уфой. В принципе, у нас тут, наверное, довольно-таки много, получается, находится, собственно, ДР-1А, например. Собственно, думаю, что мы можем его, в принципе, более чем заменить на новенький дизелек в виде Ра-2. Так, то, собственно, только надо найти, где же он у нас тут, получается, находится. Вроде как должен быть находиться вот здесь. Вот он, отлично, добавляем, получается, изменяем. Собственно, в принципе, вот он, наш новенький красавчик, который будет ходить на линии между Билочи и Уфой. В принципе, что? Неплохо, как я думаю. Новенький, такой вот красивенький, получается, дизельный составчик. Во! Собственно, рельсовый автобус дизельный от станции Билочи до Уфы. В принципе, что? Неплохо, как я считаю. В принципе, на критике на нем мы, думаю, можем закончить, собственно, эту серию. Да, на этом все. Думаю, что такая у нас получилась. Я не знаю, насколько она получилась длинная. В принципе, сделали мы, на самом деле, очень много всего. Опять же, как я и говорю, в последнее время обычно в серии много еще вырежется. Но, тем не менее, надеюсь, что у нас получится до 30 минут. И я лично очень стараюсь ее сокращать все-таки по максимуму до 30 минут. Но, как вы сами понимаете, далеко не всегда это у нас получается. Точнее, вообще почти никогда не получается. Всегда не по 50 минут, по часу. Но очень надеюсь, что это будет максимально короткое. Собственно, это уже многое, все-таки, максимально короткое. Поэтому мы будем с вами потихоньку заказывать. Даже итоги подводить с вами особо не будем. Рад, что скажу, что вот мы увеличили, наконец-таки, наши перегоны между Киевом, между, получается, Белоградом и Иваново-Франковским. Аж вот до туда у нас получается, от Белограда до Иваново-Франковского продляется, теперь он продлевается. У нас теперь это огромная четырехполосная магистраль. Также построили новый Ладожский вокзал в Петербурге. Прямо реально, как мне кажется, у меня хорошо это получилось сделать. Конечно же, у Чечники лучше. Все равно, как бы, там, брак у него реально офигенно получится. У меня, конечно, так не получится, увы, потому что у меня, может быть, даже, мол, как модов некоторые не хватает. Но, как я сказал, те, которые нужны, будет я еще, может быть, докачаю, чем-нибудь там исправлю, да. Но, собственно, думаю, что получилось, в принципе, неплохо. Ну и также, конечно же, построили этот новый перегон между станцией Билочи и перегоном между Белоградом и Уфой, собственно, по которому мы сейчас, собственно, передвигаемся на этом новом рельсном автобусе 2. Ну что ж, на этом мы с вами можем, в принципе, заканчивать. Собственно, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, это очень важно. Таким образом, меня очень сильно поддерживают и мотивируют и прочее. Делайте мне очень приятно. Спасибо большое всем, кто-то делал одно. Всем пам! Я живу удачи и всем пока!